Значит, это, это, это вообще, сейчас, а то продала уже шутку, да, короче, снимаю с кино. И сцена у меня, я в машине, у меня водитель. И я должна, ну, с водителем как-то говорить. Я решила, ну, с ним наладить отношения, ну, как бы, чтобы... Ну, он, он каскадер. Текст он очень хорошо давал, вовремя и органично. Пока там выставляли камеру, мы едем, значит, по Садовому кольцу, ночь там, ну, естественно, параллельная съемка и другой машина, это сложно. Я к тому, что времени много у меня было, наладить в контакт. Ну, и я начинаю разговор такой, какой-то светский. Говорит, а, вот в Москве какая экология все-таки, как-то так. А у меня вот, я тебе рассказывала, после того, после того, да, у меня першило горло, я... Першилось во время дубля. Во время дубля очень меня скрутило. Ну, так бывает, в театре от пыли сценической, а тут вот от того, что мы прямо в центре... В Тверской. В центре, в центре города, и еще дождя давно не было. В общем, это такое весеннее. Неважно, простите, это первой мировой. Короче, значит, я говорю, вот там, он говорит, я объездил всю Европу на мотоцикле. Я там вот все-все, как знаю, вот и Прага красивый город, там, и Вена, ну, Мюнхен вообще ему не понравился. Но вот раньше Москва была не... Ну, Москва это лучший город на свете. Я абсолютно согласна. Я говорю, да, Москва действительно в такие рекордные сроки стала невероятно удобной, красивой, модной и так далее. И через клуб уйдет у нас такой диалог, камера-мотор, мы сняли несколько дублей, покатались, возвращаемся. А он говорит, а вы сами за рулем? Я говорю, я не за рулем в Москве, потому что очень много делаю, у меня много точек, и нужно как-то перестраиваться, график свой тогда менять. Ну, я издалека езжу, да, и куда я, ну, за городом живу. Ну, и что, вот в грядках? Я так потянула как-то ковыряться, я так замялась, ковырят грядки. Он говорит, ну, да, после определенного возраста девушки уже хотят, там, вот эти ручки маникюрят, вземлиться, искупать. Я нашлась, мне кажется, что он сказал, это редко со мной бывает. Я сказал, видимо, возраст еще не тот, пока еще нет. И он не понял. Что он сказал? Он не понял, что женщине сказать, даже если бы мне было 85 лет, простите, прекрасный возраст, ничего, вообще, музе, музе будет вот 86 через полгода, понимаешь? Вот так он было музе сказал, вот тебе представляешь, чтобы она ему ответила. Так что, вот, девушки, а у вас как? Есть желание с возрастом в землице маникюрчик искупать? Это называлось привыкать к земле всегда. Дело в том, что, например, моя мама получила, в наследство, не побоюсь этого громкого слова, дачу от бабушки и дедушки. И эта дача была центром, вот, вообще, их жизни пенсионной. То есть люди в 5 утра на остановку в 6 часов. Вот, кстати, говорят, в таком режиме существовать. Конечно. То есть все, тихо, тихо просыпаются, чтобы там не разбудить, не дай бог, Лелика, Лелика должен спать. Значит, они уезжают. К моему завтраку уже молодая картошечка, укропчик, свой чеснок, потом уже ягоды пошли. Потом, конечно, когда нужно малину собирать, уже Лелика, вставай, поехали, вот где банка на шею. Скажите, вот так вот и не облить лиху. Не-не-не, вишня, малина, все-все, у нас ничего, клубники было мало, ее собирать не надо было, просто привозили так-то поесть, даже на варенье не хватало. Так я просто про то, что мама получила, значит, вот это вот, я не знаю сколько, полной комнаты, надел земляной. И там у дедушки были вот эти прекрасные, помнишь наш рассказ про то, как на грушу это он замахивался и говорил, не будешь, не родишь в следующем году с рублю. И она рожает. До сих пор рожает. Вот, так вот моя мама с тех пор, как ушли бабушка с дедушкой, там не была ни разу. Кто-то там из каких-то соседей там что-то ей рассказывает, что там кто-то пожил, ну там какая-то времянка была, кто-то еще что-то. Я просто к тому, что маме моей в этом году, 72 года, никакого желания искупать маникюр в черноземе у нее не появилось. Я думаю, я в этом смысле очень маму, я вряд ли. Я правды вообще не понимаю. Городская ты. Видимо, городская. Такая у меня была история, ну мужчина, ну вы аккуратнее как-то с комплиментами или с какими-то, с поддержкой светского разговора. Это как-то, это прям звучит, понимаете, как вам сказать, это даже не просто обидно, это еще обиднее, то что человек вообще даже не понял. Да, 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 я в сети прочитала недавно, думаю, это абсолютно реальная история. Пишет мужчина, говорит, я подхожу к дому и вижу у подъезда стоит соседка с тяжелыми сумками, а я к ней неровно дышу. И все думаю, как мы с ней знакомы. Говорю, давайте я вам помогу. Она, да, спасибо. Заходим в подъезд, принимаемся, значит, на ее этаж. Она говорит, я даже не знаю, как вас благодарить. Он говорит, ну нет, ну что вы, что, нет, ну вы так помогли. Я говорю, а тимуровцы, они, мы такие, да. Он говорит, тимуровцы, ну да, вот всяким бабушкам всегда. Тимуровцы, вы его вот такие, вы такие тимуровцы. У нас, видишь, идут работы, уже смотри, уже вон, подготовка для того, чтобы было покрытие, чтобы было. Здесь будет паркет. Ну я каждый раз, когда сюда возвращаюсь, эти стены, вот этот кирпич, да, вот то, что сейчас, наверное, модное слово «лофт». Ну оно уже много лет. Ну конечно, несколько десятилетий последний. 30-40, вот к нам пришло. То есть этот, правда, давно-давно, вот это какой-то Нью-Йорк, да, вот какие-то такие. То есть соединение нарочитой грубости с каким-то комфортом и там другими деталями. Вот такое хорошее, то, что я очень люблю в интерьерах, это очень хорошая такая эклектика. Ну ты любишь вообще, насколько я тебя знаю, довольно простые интерьеры, но с какими-то акцентами, с какими-то деталями. Ну мне вообще кажется, что интерьер должен быть не перегружен, и он должен быть вот логичен. А тебе не кажется, что вообще любой интерьер, если в нём живут, он сам собой перегрузится, ну, рано или по-другому? То есть не нужно его изначально нагружать какими-то объектами? Да, да, да. Потому что они и так там возникнут. Да, 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 это должно быть время, вот должна быть жизнь. Это всегда Андрей Сергеевич говорит, что его очень смущают такие проекты, когда тебе под ключ отдают, буквально тапочки стоят на коврике в ванной, да. И он говорит, это настолько неживое, коврик должен быть тот, который возникнет, выбран будет тапочки мои, либо стоптанные, либо то, что жена подарила под Новый год. Я люблю под Новый год тапочки дарить. Ну, то есть это какая-то, должна быть история очень живая, то есть должны быть мои книжки. Не книжки по корешкам, подобранные по цветам, да, для интерьера, а те книги, которые, вот ты будешь искать, где же у меня, почему у меня здесь и на английском языке книга, а здесь у меня учебник итальянского. Подождите, а вот здесь Блотский стоит. Блотский должен где-то рядом с поэзией находиться, а книжки по языку в другой стороне. А вот у меня вот такой вот раздрай, ну, потому что жизнь – это хаос. И если это все слишком упорядочено, то это, наверное, какой-то знак безжизненный жизни. Ну, это же какое-то расстройство такое. Ну, да, ну, это да, где-то заболевание. Заболевание, заболевание. Ну, вот эти стены, безусловно, останутся кирпичными. И, конечно, то, что мы знаем об этих техниках реставрации и запечатывания, сохранения, то есть он, он как бы консервация этого кирпича, он не будет сыпаться, он не будет терять вот этот вот свой прекрасный вид. Ну, и поставить этот исторический кирпич, не клеить сверху, не клеить линкер, да? Да, да, да. Он уже вычищен, он законсервирован, и он будет в таком виде сколько угодно. Ну, то есть, естественно, как в любом доме, нужна регулярная чистка всего. Но не всегда такие стены прекрасные. Не всегда можно, вот стены, которые ты влюбляешься, тебе нравится фактура, тебе нравится цвет, тебе нравится свет, который возникает, да? Бывает такое, правда, что стены нужно спасать. Я обожаю обои. Я с детства люблю обои. Я говорила, да, у меня в комнате, мы в Баку тогда жили, и мама четыре рулона каких-то одних нашла роскошных, ухватила, и не смогла отказать. То есть, вот это же надо тоже. То есть, она купила, понимая, что на комнату не хватит. И вот моя комната была, там было такие две с половиной стены, потому что окно, балконная дверь, две стены, ну и там еще выход из комнаты, дверь тоже. И вот у меня было четыре видобоев. Это называется эффектика. Это вот, вот откуда выросли мои ноги. А какие они были? Вот самое главное. Ты знаешь, мне казалось, что я все прекрасно поженилась, а потом еще мама купила мне роскошные шторы. И я с тех пор, я так люблю шторы. Они были такие крупные цветы. Это был, наверное, какой-то лен или хлопок хороший. И она купила тоже ткани, не пожалела, потому что, видимо, это был один кусок. Невозможно было как-то договориться купить меньше. И это не было, как тогда очень часто были шторы, вот так расти, закроешь и вот это вот занавеска вести. С одной стороны подвинешь, с другой стороны. Все открывается, да. У меня были объемные такие в складочках длинные шторы. И вот эти шторы, они как-то все объединили, потому что одни обои были роскошные, с такими огромными зелено-желтыми какими-то цветами. Вот прям крупными такими. Вот там, где окно и шторы, там были такие рябенькие, вот такие вот полосочки. На таком светло-светло-сером цвете асфальтовые такие вот какая-то рябь. А вот эта стена... Ой, 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 рассказывайте, да. Да, кровать была там, где вот две рачки. Кровать была там, где вот спала я, значит, там, где были вот эти вот крупные цветы. Здесь, значит, у нас окно с прекрасными шторами таря. Можно про кровать по себе? Да, пожалуйста. Кровать у меня тоже была модная очень. Мы про кровать отдельно поговорим. А вот здесь у меня были замечательные совершенно муаровые, самопереливающиеся. То есть, как бы на одном, абсолютно один оттенок, ну, такое нанесение, что создается вот какой-то рельеф. Ну, это бывает такая ткань, у меня были такие обои. Они выглядели, ну, я думаю, как из какого-нибудь французского салона. И вот это тут было. А там, а там были уже какие-то... Да я на самом деле, конечно, не помню, какие были там две обои. Не помню, нет. Ну, какие бы ты сейчас помесила? Вот до муа. До муа. Я думаю, что-нибудь такое, ну, если совсем нагло, то похожее на фотообои порезанные. Прям нагло совсем, да, такой какой-то арт-объект, чтобы был. Я, кстати, всегда завидовала в детстве фотообои. Мне казалось так прекрасно. Березки в кухне, стол поставим, ко всем на фоне березок. Мне очень драгалось. Ну, в общем, либо такой кич, либо что-нибудь просто спокойнее. Вот, например, в оттенок поменять местами, вот главный оттенок там, где окно, напротив двери сделать, вот, например, там вот эти вот асфальтовые были, вот эти кратенькие такие длинные, как-то как сам прерывистая, прямая. Там, наоборот, значит, тут такое потемнее и что-то такое посветлее, как орнамент. В общем, я, правда, очень люблю обои. Я, я, ты уже поняла, да? Я, почему, почему, почему такое долгое вступление? Потому что мы действительно здесь не сможем наклеить обои. Но, если нужны хорошие обои, если есть вот такое же вообще необходимость, а с другой стороны, просто желаем, например, изменить интерьер. Обои гениальная работа, шторы, обои, вот эти вещи, они просто могут обновить комнату. Потому что вот это, конечно, ты не изменишь. Ну, ты можешь поменять картинки, которые висят. Ну, если бы захотелось. Ну, девушки иногда стрижку меняют, да, там, худеют, толстеют и прочее, прочее. Стиль в одежде. А в интерьерах, в которых живешь, тоже такая возникает в ней. Ну, вот прям желание. Да, ну или поздно описать. Двигают мебель люди, да. Да, перестановки. Перестановки. Текстиль, всегда советуют, текстиль меняют. Это нужно признаться? Нет. В дневной мне очень хочется менять интерьер в кухне моей на даче, на которой 20 лет с лишним уже снимать, сидим дома. Прямо реальное желание. Мне хочется какого-то минимализма. Я немножко устала от вот этого, вот этой эклектики. Опять другая история, простите. Заносит. Так вот, если возвращаться к обоям, смотри. Вот, например, вот это вообще гениальная история. Вот ты спросила, чтобы я так вот, чтобы я повесила на ту четвертую. Это же, знаешь, как эмитирует. Как стена, да, посмотри. И разные оттенки, посмотри. Как это здорово. Вообще, Виктория Стенова, мы очень давно с ней сотрудничаем, очень давно знаем про эту прекрасную компанию. Они делают не только обои. Они любят дом. Все, что имеет отношение к дому. Когда я говорю дом, это не значит свой дом, да. Это значит пространство, в котором живут люди. Пространство, в котором должно быть уютно. Пространство, в котором ты приходишь и все, мир ушел, ты находишься в самой лучшей точке этой планеты. Вот что это такое. Тут много предметов интерьера. Тут есть и текстиль, и какие-то, понимаешь, вот, например, зеркало, часы, диффузоры. Я, например, сейчас себе уже не представляю ванную комнату или уборную без вот таких ароматов. Серьезно, это необходимость. Я экспериментирую, все время ищу, но это прям чудесный запах. Это же дерево, что ли это? Вообще, очень внимательно эта компания, Виктория Стенова, относится к материалам, к технологиям, которые они используют. Это очень современно. Это прям вот все, что сегодня, все инновации, эти люди используют. Но самое главное, что мне кажется, что у них очень похоже с нашей философией про то, что дом должен быть не только красивый, не только там все, что тебе нравится с точки зрения вкуса, но еще он должен быть экологичный и такой, как тебе сказать, вот такое странное слово правильный, но вот когда все совпадает, вот все, вот мозаика складывается из каждого. Гармоничный. Гармоничный. Да, гармоничный. Как ты рад служить. Да, вот здесь смотри, можно выбрать. Все зависит от... Огромное просто смотри. Да. Все зависит от необходимости. Я честно скажу, я очень люблю вот эти крупные принты, я очень люблю цветы. Мне кажется, вот честно говоря, ну это же тоже, я видела в современных интерьерах именно каких-то таких серьезных дизайнеров, когда, например, вот одна стена, видишь, смотри, как это здорово работает, может быть вот такая, да, а дальше, например, следующая, возьмет какой-нибудь оттенок Тиффани или какой-то оливковый, или какой-то бледно-сиреневый. И дальше... Однотонно. Да, и будет, и это будет как акцент в комнате. Но это так совсем, я просто, я не дизайнер рассказывала, потрогай, потрогай, как это приятно. Да, очень приятно. Это просто, это произведение искусства. Вот это мне очень, очень прям нравится, я как раз фанат... Да, вот, например, конечно, просто на окрашенных стенах рамки с фотографией, живопись, да, зеркала, все это работает, конечно, гораздо более ярко, чем на стене с обоями, потому что обои сами по себе объекты. Это уже объект. Но, если нужно, чтобы обои стали фоном, то тут такое тоже можно найти, можно найти что-то более, видишь, нейтральное. Ну вот, смотри, видишь? Да, это да. Да, ничего не отвлекает. А вот это муаровое! Вот это муаровое, да! Красиво! А, вот, вот они, нет, вот это... Ну, это уже, да, такой более... Вот, для спальник. Прекрасно! Очень хорошо будет сочетаться с какими-нибудь классными подушками, вот, кто любит... Да, да, вот, вот это муар. То есть только мой был такой, вот, знаешь, такого цвета, все-таки больше в оливку, немножко больше, было такой вот зелени приглушенной. Ну, это все тоже очень красиво. Я думаю, моя мама бы и от этих не удержалась, и купила бы все румоны, которые попались в руки. Здесь, я думаю, да, можно часами. Да, да, ну, все зависит, конечно, да, от того, какие задачи стоят, что ты хочешь, какой тебя интерьер интересует. Ну, ты посмотри, как это красиво. Да, очень красиво. Как это красиво, это просто вообще. Да, да, да. Восторг! Красота! Это вот, ну, в последние годы очень популярна такая вещь, называется флиппинг. Это когда покупают старые квартиры, типа Хрущевки, еще что-то. И восстанавливают. И ремонтируют, и это так называется, ты въезжаешь, у тебя уже тапочки, зубная щетка, уже готов, ты ничего не делаешь. Люди зарабатывают, я не знаю, что... Зарабатывают, у меня нужны. Да, это бизнес. Ты покупаешь убитое, убитое пространство, которое никто не в состоянии, обычный человек даже поймёт, что... Что, да, 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 называется дуракам, дуракам пол работы не показывают. Да, и потом ты... Когда, да, и раз, а у тебя все хорошо. Да, цена уже в три раза выше. Да, да, да. И зарабатывают. Нет, ну я... Такие были даже телевизионные форматы. Вот в Великобритании я видела, когда люди, это действительно снимали, реальные люди, у которых какие-то сбережения. Они на аукционах покупают какую-то убитую недвижимость. И потом телевизионщики, ну, наверное, люди за это какие-то ещё деньги получают, они следят, как человек решает проблему либо на продажу, либо на сдачу этой недвижимости. Потому что у него есть... Он не для себя покупает, это бизнес. И как он, значит, вот если, например, на сдачу, насколько там рентабельность дорогих материалов, которые используют строительные, или там мебели, там сантехники, вот всего-всего, всех этих плиток, на которые готовят, машинка, в которой стирают, в общем, вот эти все вещи. Или если, например, просто под ключ вот так отдать, чтобы люди купили и уже въехали и жили. Но под аренду вообще я считаю, что нет смысла, например, если ты покупаешь недвижимое для того, чтобы сдавать её в аренду. Конечно. Вкладываться в какие-то по-настоящему... Нужны мозги. Да, нужны мозги. Нужны мозги. У меня первый такой опыт был в 2003 году в Санкт-Петербурге. Андрей Сергеевич заставил вот 300 лет. Это шоу прекрасное, такой концерт. Санкт-Петербург, день рождения Санкт-Петербурга это было. Кстати, это было уже 20 лет назад, ребята. Представляете, кошмар. Ну, очень чудесный был май, когда в Петербурге, который мы провели. И мы снимали квартиру, которая была в собственности у одного англичанина. Это так оказалось, мы не знали, что это была его квартира. Это совпадение. Это моей близкой подруге, это был муж её сестры. Он был англичанином, он и есть англичанин. Так всё хорошо, что слава богу, все живы-здоровы. На Рубинштейна. О-о-о. Да, мы снимали эту квартиру. Убитейший подъезд. Тогда и сейчас, я думаю, там уже нет, не осталось таких подъездов, там уже всё наверняка выкуплено, всё. И всё было. Весь интерьер был из очень простых, белой линии. Что они сделали грамотно? Стены, пол, потолок, окна. Всё остальное было подобрано минимализм полный. То есть белые кабинеты для вот этих вот шкафчиков для кухни, абсолютно шторы какие-то полупрозрачные, белые или длинные, никаких изысков. Белое бельё, всё просто чистые линии, очень просто какие-то крохотные детали интерьера. То есть там даже не было чего-то, но от того, что классно сделан пол, то есть люди вложились, а пол, ну даже если его убьют каким-то образом... Это же всё... Это косметика. Да, это косметика. Это восстанавливается. Я очень хорошо помню, ничего себе. То есть не нужен бюджет какой-то невероятный. Ты просто... Нужны мозги. Ну для этого нам нужны дизайнеры. Ну и, конечно, нам нужны дизайнерские вот такие дома. КОНЕЦ